Впервые в стенах Крымской медицинской академии проводится Всероссийская олимпиада с международным участием. Последняя здесь была еще при Союзе. Тогда студенты состязались в области терапии. Сегодня это мультидисциплинарный штурм, включающий в себя как теорию, так и практику. Ее организовали крымские студенты. Хотелось всегда такую олимпиаду, в которой можно проверить все свои навыки, которые ты получаешь за 6 лет обучения. Ну и второе, это то, что на нашей базе, в медакадемии нет вообще никакой олимпиады Всероссийской. Поэтому мы очень захотели, чтобы к нам тоже приезжали ребята со всей страны, участвовали, чтобы мы обменивались опытом, взаимодействовали с вузами. Принять участие приехали студенты старших курсов из Питера, Москвы, Омска, Оренбурга, Краснодара, Черкеска и Грозного. Мы приехали из города Грозного, нас в команде 5 человек. Мы ни разу не выезжали, прошли отборочный тур и решили попробовать поучаствовать, принять участие. И мы очень рады, что нас пригласили. Я неоднократно принимала участие во Всероссийских олимпиадах и конференциях. Чувствовалось объединение сил российских вузов и хотелось бы эту силу ощутить и у нас. На олимпиаду регистрировались участники из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. По словам организаторов, на дистанционном отборе знания лучше показала команда из Узбекистана. Сегодня впервые шесть лучших студентов Бухарского медицинского института у нас в Крыму. Мы, конечно, рады, что сюда приехали, в Крым. У нас в стране знают Крым, уважают. Мы слышали очень много про этот вуз, что он один тоже из лидирующих Российской Федерации. Мы очень рады, что нас пригласил этот институт и мы откликнулись на это. И мы тоже ждем данный вуз, если у нас будут олимпиады, посетить наш город, посетить наш институт. После торжественного открытия студенты разделились по аудиториям. Олимпиада разделена на несколько этапов. А сейчас здесь проходит теоретический блок основного этапа викторийной медблиц. Студентам предстоит на скорость ответить более чем на сотню вопросов по различным разделам медицины. Задача студентов не только ориентироваться по разделам. Анестезиология, кардиология, неврология, гематология и остальным направлениям медицины. Но и знать, как применять знания на практике. 10 секунд на раздумье и ответ. Тромбы болеируются. Совершенно верно. Олимпиада будет проходить два дня. За это время у студентов будет возможность отработать практический блок на базе палаты интенсивной терапии. Это аппараты для искусственной вентиляции легких, это дефибрилляторы, это кардиомониторы. Также здесь представлен практически полный набор медикаментов, с которым ребята должны столкнуться. Все это сделано для того, чтобы студенты, приехавшие к нам, они все-таки еще набирались опыта, потому что любое событие, любая Олимпиада, это прежде всего опыт. Для Крымской медицинской академии Олимпиада Всероссийского уровня с международным участием – возможность заявить о себе в медицинском профессиональном сообществе. Сейчас существуют национальные проекты, один из них – здоровье, к которым оговорены очень жесткие нормы увеличения среднего срока жизни. Это не так просто и без вот этих молодых инициативных ребят, в том числе в организации, точно не справимся. Поэтому я считаю, что здесь Крым закладывает, и по крайней мере студенчество Крыма закладывает великолепную традицию. Завершится медицинский форум 18 апреля. В этот же день состоится 91-я международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Теоретические и практические аспекты современной медицины». София Шукурова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет».